Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC в студии Елена Косолапова. В этом выпуске обсудим, почему в Германии один за другим закрываются заводы и что ждет немецкую экономику в будущем. В гостях у нас в студии сегодня Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления, а по видеосвязи к нам подключается Григорий Клумов, управляющий фондом частных инвестиций. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что сегодня с нами. День добрый. Здравствуйте. Фархад, хочу сначала обратиться к вам. Мы видим по новостям, что за последние пару лет в Германии очень многие промышленные предприятия приняли решение закрыть свои производства. Допустим, металлургическая компания ArcelorMittal закрыла два завода, Valorex закрыл завод по производству труб, целый ряд заводов закрылся по производству шин, по производству удобрений. Сейчас химический концерн BAS анонсировал планы, что тоже закрывает свои заводы. Coca-Cola недавно объявила, что аж пять заводов в Германии тоже она закроет. Более того, недавно компания Volkswagen, немецкий автопроизводитель, впервые за годы своего существования, почти 90 лет своего существования, также заявили о том, что планируют два завода закрыть в Германии. Один по сборке автомобилей, другой по производству запчастей. Ну, бог с ней, с Coca-Cola, но все-таки Volkswagen это народный автомобиль Германии. Это, по сути, одна из визитных карточек Германии, символ немецкого качества. Это автомобиль, который известен во всем мире. Как, на ваш взгляд, Германия до такого дошла? Это очень хороший вопрос. Он многокомпонентный. Если совсем просто сузить ответ, это, наверное, будет, что Адам Смит был частично прав, когда он говорил, что богатство нации – это ее продуктивность. Людвиг Вон Мизес и Милтон Фридман были абсолютно правы, когда говорили, что социализм в долгосрочной перспективе не работает. И то, что переход на зеленую энергетику на данном этапе – это больше романтицизм, чем реальная практика. Вот три компонента. Давайте начнем сначала. Германия показывала сумасшедшие результаты по продуктивности своей. Как бы это было заложено в ее фундаменте еще до Первой мировой войны. Во Второй мировой войне, благодаря большой, высокой этике и продуктивности населения, они могли производить все очень быстро, качественно и относительно недорого. Это все работало в купе, особенно после 2000-х, когда они заключили стратегическое партнерство с Россией на энергоносителе. У Германии был доступ к дешевой электроэнергии. Энергии вообще. Это нефть, газ и в том числе свет, благодаря России, связи с Россией. Я помню, когда в начале 2000-х пришел в нефтяной сектор, первое, что сделал молодого 19-летнего парня, послали на курс внедрения, введения в нефтегаз, бизнес нефтегаза. И к нам приходил учитель, лекцию проходил на тему, почему все эти войны происходят за месторождение, за газ, за нефть. Большие империалистические страны вечно охотятся за этим. А дело в том, что в современном мире, если мы окунемся в средние века, если ты хотел стать богатой нацией, у тебя единственная возможность была это пойти, объявить войну, забрать ресурсы у другой страны и обогатить себя за этот счет. В 20-21 веке так уже себя вести нельзя было. Наверное, после Второй мировой войны чуть-чуть нельзя было вести. Сейчас не будем лукавить, некоторые до сих пор этим пользуются. Но единственный способ, как можно было увеличивать нации, это увеличить свое собственное производство. То есть мы перешли от ограбления к созданию ценностей и обмену ценностями. Это то, что классическая торговля, это то, что классическое воровство и грабеж. Два способа зарабатывать деньги есть. Мы как люди стали более цивильны. И, соответственно, доступ к энергоносителям стал самой важной частью экономики любой развивающей страны. И он тогда интересную вещь сказал, это было начало 2000-х. Он говорит, для того, чтобы Китаю быть на одном уровне по ВВП на душу населения, не по ВВП, а по ВВП на душу населения, всех нефтегазовых ресурсов всей планеты не хватит для этого, чтобы Китай развился до той степени, чтобы он был как США, с точки зрения ВВП на душу населения. Это заставило задуматься и объяснило, почему все именно стремятся обезопасить свою энергетическую составляющую своей страны, энергетическую безопасность обеспечить. Немцы смогли то, что сделать сами, это высококвалифицированное, высокопродуктивное население с высокой этикой, рабочей этикой для того времени, плюс получили дешевые энергоресурсы с Россией. И благодаря этому они там последние 20-30 лет показали просто неимоверный рост для социалистической страны. Проблема социалистических стран в чем? Там очень высокие налоги, высокие, и оттуда идет очень большое обеспечение, социальное обеспечение населения. Два этих фактора играют контрпродуктивно. Высокие налоги не дают предпринимателям высоким уровнем необходимости инноваций, стартапам там развиваться. Не хотят они 70% налогов платить, потому что они на фоне развития. Они все перекочевали в Соединенные Штаты Америки. И люди, потому что люди, к сожалению, биологически, эволюционно у нас можешь настроить на лень, потому что он очень много энергии потребляет, ему легче лениться, чем работать, для того, чтобы обеспечивать меньше потребления калорий. Люди разленились на всем этом. И что мы увидели? Как только в 2022 году Германия, Европа перестала получать дешевые энергоносители, вся их экономика просела. Фундаментально вот это произошло. То есть продуктивность уменьшилась, энергоресурсов, энергоносителей дешевых больше нет. И, соответственно, они не способны конкурировать ни с этикой Китая. Рабочая этика Китая за эти 30 лет возросла многократно. Ни одна страна в мире, кроме как Китай, не может дать всю цепочку производства, объединить в рамках одного региона, даже ни одной страны. Они это смогли сделать. Это неимоверную им эффективность придало. И плюс они за дешевку скупают ту нефть, на которую сейчас Европа поставила бан. То есть сами себе стреляют в ноги. И, соответственно, развивают Китай. Тут встает вопрос зеленой энергетики. Я недавно слушал, как бы, да, окей, мы отказались, мы сейчас в ветроэнергетике. Они отказались от атомной энергетики тоже по экологическим причинам. И в фундаменте, хоть мы и видим, то, что ветроэнергетика и солнечная энергетика сейчас уже достаточно дешево стоят. Возможно, даже где-то в Европе дешевле, чем на данном этапе другие энергоносители, которые они получают в обход санкции через Америку и другие страны. Но все равно нет этого. Они не могут получить даже при всех этих оптимизациях, при всех этих развитых технологиях, они через зеленую энергетику не могут генерировать те же самые цены, те же самые производственные эффективности, как они генерировали через нефть, газ и покупку дешевой электроэнергии с Россией. И вот эти все три компонента вместе привели к тому, что мы сегодня имеем. Григорий, хочу теперь обратиться к вам. Действительно, чтобы понять причины упадка, нужно понять причины расцвета. Германия последние пару десятилетий действительно была одной из крупнейших экономик мира, крупнейшей экономикой Евросоюза, где-то в мировом масштабе это было то третье, то четвертое место. И очень часто это объяснялось немецким трудолюбием, пунктуальностью, любовью к порядку, вот как Архад сказал, продуктивностью. Ну, с другой стороны, эти черты в характере у немцев были вроде бы всегда. Но Германия далеко не всегда была процветающей. Даже если взять историю за последние сто лет, ну, вот где-то сто лет назад, после Первой мировой войны, экономика Германии была в очень сильном упадке. Это тысячи безработных, это практически отсутствие промышленности, это галлопирующая инфляция и много очень других проблем. Потом Вторая мировая война, из которой Германия вышла в руинах. И вот только после Второй мировой войны начался расцвет, началось развитие немецкой экономики. А потом, когда уже Западная и Восточная Германия объединились, тогда вот уже Германия заняла то место, которое стало такое, которое мы ее знаем. Так в чем же секрет немецкого экономического чуда, экономических успехов Германии? Почему Германии удалось достичь того, чего не получается достичь у многих других стран? Я бы хотел добавить, что еще демографический фактор влияет в существенную роль. И Германия, например, много очень идей мигрировала в Германию. С 2000 года примерно 14 миллионов человек. Но коллега правильно заметил, что с ростом благосостояния, в целом, люди, когда двигаются по пирамиде масла, употребление вверх, у них падает и рождаемость, в конце концов, они становятся более эгоистичными, эгоцентричными. Это любой поздний капитализм, на самом деле, переживает все эти фазы. И Германия здесь не исключение. Начала падать рождаемость. И как только уменьшилась эмиграция, приток свежей рабочей силы дешевой и подорожали входные издержки, такие как энергия, сразу экономика перестала быть конкурентоспособной. Германия действительно в этом году покажет одни из самых низких темпов роста в еврозоне. Хуже только Италия. По этим же причинам, кстати. То есть местное население очень взрослое, средний возраст в Германии это 47 лет. Для сравнения, в той же Ирландии это 37, по-моему, или там 38. То есть самые быстрорастущие сейчас в еврозоне страны это те, которые менее зависели от российской энергетики, в которых лучше рождаемость, в которых моложе население и в которых меньше закредитованность. То есть в этом смысле здесь все логично. Германия, как одна из старых стран позднего капитализма, страдает и от демографии, и от падения рождаемости, и от роста издержек. Ну и еще действительно мир стал более глобальным. Китайское производство за эти годы очень качественно научилось повторять. Знаете, есть поговорка, что Америка создает инновации, Китай повторяет, а Европа регулирует. По-английски это звучит как America Innovates, China Replicates, Europe Regulates. Вот можно сказать, что регуляция в этих фазах позднего капитализма не помогает ускорять экономический рост. Фархад, вновь хочу обратиться к вам. И если говорить про немецкие автомобили, вообще европейские автомобили, они сейчас очень сильно страдают из-за того, что не выдерживают конкуренцию с китайскими автомобилями, потому что в Китае автомобильные производители получают поддержку от государства, во-первых, во-вторых, в принципе, там дешевая рабочая сила. И вот сейчас Европейский союз пытается с этим бороться. Совсем недавно как раз было принято решение о том, что увеличиваются пошлины, дополнительно вводятся пошлины до 35% на ввоз китайских автомобилей в Европу. Как вы считаете, может ли это помочь немецким производителям автомобилей, в частности, Volkswagen? Я хотел заметку сделать, что понятно, что после войны любая страна в достаточно плохом, убыточном состоянии находится, но в Германии до Первой мировой войны, они начинали войны. Две мировые войны, это было из-за Германии случилось, потому что они были очень сильные индустриальные, у них было очень много денег, но проигрывали каждую войну, и после этого был спад, который, в принципе, потом им в пользу оказался, им не нужно было вкладывать, им не было разрешено вкладывать в военную промышленность ничего, эти все деньги были направлены на индустриальное производство, что очень важно. Когда Америка уходила от индустриального производства в сторону сервисов и финансов и экономики, Германия, наоборот, использовала свои эти умения производить танки и ракеты на нужды обычному населению. И это им тоже значило. Конечно, были репарации, но, в принципе, им помогло это. Отвечая на ваш вопрос, меня немножко настораживает, как всегда политики умело манипулируют фразами, там, дотации, субсидии других стран, демпинг и так далее. Все это тяжело. А что запрещает немецкому правительству делать то же самое? И когда я говорю дотации или поддержка, почему не уменьшить налоги? Почему не вернуться назад? Не надо 70% у людей отбирать. Отбирайте 50%, 30%. Окей, уменьшите социальную защиту в этом смысле. Окей, люди привыкли, но не работают. Я буквально три недели назад председатель Deutsche Bank сказал, единственный способ Германии выйти и скрыть, это нам всем больше работать. Они все это понимают, что мир меняется. Почему вы должны жить на том уровне, на котором вы не можете себе позволить жить? Привыкли. Привыкли. И в этом преимущество свободного рынка. Он тебя быстро сажает на место. Он быстро тебя приводит в чувство. Мы забываем еще то, что была очень мягкая монетарная политика, начиная с 2000-го года, после дотком-бума в 99-м. Все центробанки мира начали снижать свои процентные ставки до последних нескольких лет. И появилось очень много дешевых денег, и они все начали строить, 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 не задумываясь о том, что рано или поздно этот пузырь должен взорваться. Не может, что 30 лет подряд, 25 лет подряд, это дешевые деньги на рынке. Кейнс не это имел в виду, когда говорил, что чтобы поддержать экономику во время кризиса, нужно спускать процентные ставки. Мы спустили процентные ставки во время кризиса, но продолжили держать их низкими на протяжении следующих 20 лет. Когда все хорошо, ставки должны возвращаться на сбалансированный, эквилибрием, чтобы людям и хотелось сбережения делать на будущее, и хотелось бы тратить и развиваться. Не должно быть этого всего. И как только наступает свободный рынок, свободная конкуренция, дает, оказывает свой эффект на этом. В Китае всего этого не делали. В Китае сейчас существует такая свободная конкуренция. Да, вот, пожалуйста, получите. Они, китайцы, в это время фокусировались на продуктивности, на эффективности, получили дешевый нефт, газ от России, пока в Европе ставили санкции. Поставили всю линейку производственную на... Обучили свое население, подняли их достаток на такой уровень, что им, в принципе, могут и сами покупать эти автомобили. Даже если там США, Европа объявит бан на них, полтора миллиарда. Это в три раза больше, чем в Европе и в Америке. В пять раз больше даже, чем в Европе и в Америке. И в этом смысле все, что вы можете сделать, уважаемые политики, это набирать очки, устанавливая таможенные. Я, как экономист, я всегда против законов и действий, которые не способствуют конкуренции, которые не способствуют торговой торговле. Потому что именно в конкуренции, именно в свободной торговле люди получают наилучшее. Если они могут сегодня купить китайскую машину за 20 тысяч евро, когда аналогичный Volkswagen стоит 40 тысяч евро, нет ничего хорошего, то, что вы поднимете ее искусственно на 40 тысяч евро. Потому что он может пойти купить китайскую машину за 20 тысяч, и у него 20 тысяч евро, а значит, в кармане, чтобы пойти потратить на другие немецкие продукты. Вот это фундаментально, они не понимают. Что вы никак не оказываете никакого позитивного влияния, то, что вы субсидируете, неэффективный бизнес. Да, Volkswagen должен закрываться, да, все эти заводы должны закрываться, они должны понять, что на свободном рынке нужно быть конкурентоспособны, нужно свои издержки сделать, нужно быть продуктивными, эффективными. Опять государство на пустом месте в ущерб покупателю, в ущерб немецкому гражданину, просто помогает капиталистам, большому бизнесу, чтобы они свои мультимиллионные бонусы получили, за счет того, что они будут два раза больше тратить на автомобиль. Все просто. Григорий, вновь вопрос к вам. Вообще сейчас из-за высокой автоматизации производства не так много людей работает на заводах. Вот опять же, возвращаясь к Кока-Коле, пять заводов они собираются в Германии закрыть, но уволят всего 500 человек, это было объявлено. В принципе, для Германии с населением почти 85 миллионов это не так много. С другой стороны, ведь эти заводы обслуживаются многими другими сервисными компаниями, и вот эти сервисные компании, они тоже пострадают в результате. Как вы считаете, какой может быть экономический эффект в результате закрытия всех этих заводов? Я не думаю, что он будет значителен, пока это все равно не приводит к какому-то масштабному реструктурированному закрытию массового. Основная проблема здесь в том, что большая перегруженность долгом, как и у корпораций, так и у домохозяйств. У государства в меньшей степени, но совокупно, если посчитать, домохозяйство, корпорации, государства, то это около 200% ВВП немецкого, совокупный долг. И поэтому на фоне повышающихся ставок, конечно, происходит торможение роста, потому что всем этим экономическим участникам надо этот долг обслуживать, рефинансировать, и их рост процентных платежей по ним заставляет их, так сказать, крутиться как могут, то есть искать другую работу, пусть более-менее оплачиваем, договариваться о своей занятости, реструктурировать какие-то корпоративные обязательства, и занимать на внешних рынках. Поэтому, как я уже сказал, проблема стран позднего капитализма. Если нет существенного роста либо иммиграции, либо рождаемости, то так или иначе темпы роста будут скатываться к около нулевым. А тут еще и инфляция. В прошлом году инфляция была около 7% по еврозоне официальной, а неофициальная явно выше, как потребитель могу сказать. Григорий, а вообще ведь последние несколько лет они для всей мировой экономики были достаточно тяжелыми. Сначала пандемия, потом война, и в Украине война, и на Ближнем Востоке война, и санкционное противостояние. И отразилось это практически на всем мире. И высокая инфляция, и замедление роста экономики. Но все-таки даже у соседей Германии по региону дела несколько получше. Взять, допустим, Венгрию. В Венгрии, допустим, сейчас китайская компания BYD, тоже автомобильный производитель, планирует построить завод. Уже строит этот завод. То есть заводы не закрываются, а наоборот открываются, строятся. Ну и объективные показатели есть по росту экономики. Если в целом по еврозоне был небольшой рост в прошлом году, 0,5%, то в Германии все-таки был спад 0,3%. Почему кризис именно по Германии так сильно ударил? Я думаю, что демография. Даже смотря на цифры рождаемости, цифры иммиграции, цифры среднего возраста населения, Венгрия сильно лучше, чем Германия. Но в лидерах это Румыния и Ирландия. И, кстати, в темпах роста ВВП они тоже являются в лидерах. Несмотря на то, что Румыния почти так же, как и Германия, зависит от России по энергетике, а доля возобновляемых источников энергии в Румынии меньше даже, чем в Германии. Несмотря на это, темпы роста ВВП в три раза лучше в Румынии, чем в Германии. Я думаю, что секрет здесь именно в демографии, что более комфортная миграционная политика, более комфортная программа по паспортам, перенаселение людей с корнями в Румынии. И просто младшее население и лучшая рождаемость. Фархад, вновь вопрос к вам. Германия в течение пары десятилетий была движущей силой в Европейском Союзе и помогала во многом развиваться более бедным странам по региону. Сейчас мы видим, что у нее самые экономические проблемы. Как это в итоге отразится на экономике Евросоюза в целом? Я вот хотел немножко добавить по поводу Венгрии. Венгрия отличается, наверное, от всего оставшегося Евросоюза своей прагматичностью. Они очень похожи на азербайджан со своей внешней и внутренней политики. То, что они делают то, что им выгодно, и то, что дальновидно. А не то, что сегодня от них требуют Соединенные Штаты поставить. Исходят из своих собственных интересов. Допустим, недавно был создан инвестиционный фонд турецких стран, тюркоязычных стран. И удивитесь, Венгрия там в числе, Турция, Азербайджан, Киргизстан, Казахстан. Там же есть Венгрия. То есть они понимают, куда движется тенденция, где логистические каналы, где будущее. И они, невзирая на Соединенные Штаты, невзирая на то, что Европа, там Франция им может что-то говорить, они делают то, что им выгодно. И это показывает свой результат. Что всем странам быть чуть более субъектными, наверное, нужно. Свои принятия, своих решений. Благодаря этому это идет. Германия, наверное, признателен, как экономист, за одну вещь. Она этим и помогала, и не помогала, на самом деле, Европейскому Союзу. Германия имеет самый большой эффект, влияние на монетарную политику еврозоны. На Европейский Центральный Банк. Из-за того, что Германия пережила, Веймарская Германия пережила, девальвацию национальной валюты, они обожжены опытом, чрезмерным опечатанием денег. И на протяжении всех этих кризисов, которые начинались с 2000, 2008, 2009, помним, как Италия и Греция пострадали, и самым большим противником количественного смягчения, это была Германия. Она не позволяла Европейскому Центру Банку напечатать деньги и отдать Италию и Греции, чтобы они расплатились кредитами и вышли с кредитом быстрее. За эту часть я, наверное, благодарен Германию, что благодаря им евро был более стабилен, благодаря им инфляция была чуть более подконтрольна в еврозоне. Но, с другой стороны, все остальные страны решились своей субъектности в вопросе принятия решений по монетарной политике. Если в Италии, в Греции тогда был бы свой Центробанк, была бы своя национальная валюта, они бы девальвировали ее в два раза, и, наверное, чуть большим шоком, но в более короткое время вышли бы с того в кризис, в который они себя загнали. И, соответственно, Германия, наверное, помогала своим консерватизмам в вопросе монетарной политики, удерживая всю еврозону, но некоторым странам, которые менее эффективны, которые чуть более ленивы экономически, и мешало. Что будет сейчас? Центробанк, европейский Центробанк, с приходом Кристин Лагард, обрел чуть больше свободы действий. Плюс Центробанки научились использовать искусственный интеллект, они лучше сейчас анализируют дату, данные, благодаря чему качество выполнения их решений значительно улучшилось. Я недавно читал статью ведущих экономистов, если мы последний там с COVID-19, с 2020-2021 года, мы говорим, мы живем в интересные времена, никогда столько денег не печаталось, как они будут сажать этот самолет мягко, была фраза, мы живем в интересные времена. Все экономисты повторяли, я тоже здесь у вас в эфире повторял эту сплазу, и сейчас, как бы, буквально несколько дней назад, я прочитал, экономисты считают, что мы уже не живем в интересные времена, как бы, вроде бы, у Феда и Центробанка получилось посадить самолет мягко. Жестко сажать мы умели, это был опыт 70-х годов, Рейган с Волкером, они это сделали, но мягко посадить самолет еще не удавалось. Есть свои субъективные причины этому, то, что за счет Европы, Америка нарастила свою индустриализацию, за счет торговых воинских стран нарастила внутреннее производство, это все, да, это есть, то есть не само по себе. То есть, если этого не было бы, возможно, мы так бы мягко посадить не получилось. Но мы имеем то, что имеем. Как будет дальше роль Германии? Мы, наверное, политически, а политически живем в интересные времена, потому что Германии нужен выход к морю, как они будут с Польшей договариваться на эту тему, их экономика просаживается, будут ли они еще дольше терпеть эти санкции, энергетические санкции против России, как они будут быстро развивать зеленый энергетик, но это все политический больше процесс, который будет непосредственно влиять на экономику. Поживем, увидим. Мы интересные времена сейчас не экономически живем, но геополитически интересные времена живем. Главное, чтобы эти интересные времена скорее закончились, стали снова неинтересными. Григорий, вновь вопрос к вам. Заводы в Германии закрываются, но все-таки в мировом масштабе потребность промышленной продукции не сокращается, даже наоборот постоянно растет, потому что население планеты растет. Как вы считаете, в какие другие страны, регионы могут перебираться заводы из Германии? Вообще, в каких сейчас странах наиболее оптимальные условия для развития промышленности? Да, можно только сделать пару замечаний еще по предыдущим вопросам. Во-первых, по поводу помощи европейскому рынку долгу в 2014 году непосредственно он был в размере более 200 миллиардов евро. То есть это, по сути, прямое деньгопечатание, которое Европейский Центральный Банк с одобрением Германии провел. И плюс еще на триллион раздали займов банкам еврозоны. При этом секвестр бюджетов южных стран был только в районе 100 миллиардов за несколько лет. То есть, если брать прямую помощь, то в два раза больше была монетарная помощь, чем секвестр бюджетов южных стран. Но, возвращаясь к теме долга, действительно, это очень важный параметр. То, что я вот сейчас посмотрел, еще проверил, действительно, в Румынии и в Венгрии в два и в три раза, соответственно, ниже долг КВП домохозяйств и корпоративный. И это тоже, конечно, большой драйвер экономики, как вы понимаете. То есть, когда у домохозяйства очень много уже долгов, у корпораций много долгов, им сложно, сложнее развиваться и сложнее брать какие-то новые себя венчурные обязательства. Если мы берем, кстати, еврозону в целом, как экономическая, экономическую зону, то счет текущих операций положительен, существенно положительен. И он был положительен даже тогда, когда энергоносители стоили пару лет назад сильно выше. То есть, совокупно Европа, как одна большая компания, или, можно сказать, домохозяйство, продает в мир все равно больше, чем потребляет. И это существенный фактор, потому что, да, в Германии, может быть, открывается какой-то завод, но в Венгрии и Румынии, закрывается точнее, но в Венгрии и Румынии открываются. Или в Испании, там, увеличивается производство каких-то материалов. Или еще еще. Или, например, Португалия, которая за последние, там, 10 лет, мало того, что бюджет почти к нулю свела дефицит, так еще и полностью перешла на возобновляемые источники энергии и вообще не зависят от Восточной Германии в плане энергоресурсов, там, газопроводов и прочего. Поэтому, если говорить про высокотехнологичное производство, то Европа все равно есть места, где его можно организовывать достаточно эффективно. Конечно, Китай пока локально кажется глобальным чемпионом по репликации всего всех самых лучших практик и традиций, начиная от Форда, Тойота и заканчивая современными, там, манипуляторами немецкими Кука. Но для легкой и средней промышленности сейчас откроются такие страны, как Вьетнам, Майлайзия, Миньяма и прочие другие развивающиеся рынки, где, опять же, очень много молодого, голодного населения. Фархат, а вы как считаете, какие страны могут забрать у Германии ее статус промышленного гиганта? Тут вот мы используем слово репликация западных технологий в Китае. Может сложиться у зрителей такое ощущение, что это что-то негативное, да, там, копикет, там, повторюшки. В фундаменте нет ничего плохого, то, что ты учишься у лучшего, и они значительно более перешагнули даже тех, у кого копировали. Если мы сейчас посмотрим на современные электромобили, китайские тоже, Зайоми и другие, они собирают один автомобиль в течение 43 секунд. Нету в Германии таких технологий, нету в Соединенных Штатах таких технологий, которые позволяли бы это делать. США сегодня iPhone произвести не сможет сама, несмотря на то, что Apple это американская корпорация, нету этой этики, нету этих технологий, нету этого полного цикла производства, которое необходимо, чтобы такую эффективность построить. Это политика, 30 лет они строили это, пока Запад больше фокусировался на услугах, то есть Соединенные Штаты, Северная Америка фокусировалась на услугах, на финтеке, весь мир подсаживала на доллары, Европа больше фокусировалась на традиционном производстве, на дешевых энергоносителей, это китайцы выстраивали реально, то, что это лин-производство, когда у них наименьшие издержки в производственном процессе в сравнении с какой-либо другой страной мира. И поэтому не зря даже Элла Маск, когда у него спрашивали, какие автокомпании в следующие 20 лет будут, он говорит, будет Тесла, 9 китайских автобрендов других, то есть остальные просто не выдержат этой конкуренции. Григорий, и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам, у нас не так много осталось с эфирного времени, скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли пути выхода у Германии из сложившегося кризиса? Пути всегда есть, вопрос, что пока вот эти технологические финтек, всякие новые элементы новой экономики тоже Германия не особо воспринимает. Вот, например, закон по цифровым активам МИКа, который в Евросоюзе уже два года назад, как был принят и с лета этого года начал вступать в силу, в Германии вообще до сих пор не переведен у местного регулятора на немецкий язык и нету отделов, которые бы принимали бы заявления на лицензирование компаний, оперирующих в этом новом секторе. То есть, как будто они очень консервативны и продолжают нести этот флаг консерватизма. Современная экономика с глобальным подходом, с глобальной конкуренцией должна быть более гибкая к изменяющимся тенденциям, потому что цифровая экономика уже может поспорить и с производственной экономикой, с традиционной промышленностью, которая, кстати, из Германии может действительно перелапцироваться в такие ближайшие страны, как Польша, Чехия, та же Венгрия, которые вы упомянули. Поэтому, к сожалению, я небольшой эксперт конкретно по Германии не могу сказать, что нужно делать завтра, чтобы послезавтра стало лучше. Но это тот один из примеров позднего капитализма, когда избыточная регуляция и консерватизм не приносят краткосрочных успехов. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Фархад Парвизи, эксперт по вопросам экономики и управления. А по видеосвязи к нам присоединился Григорий Клумов, управляющий фондом частных инвестиций. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы в этом выпуске о кризисе в немецкой экономике, о том, каким последствиям он может привести как для самой Германии, так и для окружающих стран. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова